Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10 и 11 класса. Танасен, задание 639. В этом видео мы рассмотрим пункт задания В. Итак, нам дана сфера с, давайте напишем, центром в точке О и радиуса R. И в эту сферу вписан правильный тетраэдр. ДАБЦ. И нам нужно найти площадь полной поверхности этого тетраэдра. Площадь полной поверхности. А нам известен только радиус сферы. Давайте вспомним, где же находятся радиус сферы. Проведем высоту тетраэдра ДАЖ. В задаче 637 было показано, что центр сферы лежит на высоте правильной пирамиды. А правильный тетраэдр можно считать правильной пирамидой, потому что в основании его лежит правильный треугольник. У правильного тетраэдра все ребра равны. Тогда высота проектируется в центр основания, и центр сферы лежит на вот этой высоте ДАЖ. Чтобы точку О определить, нам еще нужно построить перпендикуляр или серединный перпендикуляр отрезка соединяющего, ну, например, вершину А с вершиной Д. Тогда запишем так. Проведем. Проведем такой перпендикуляр, обозначим его МО. Как мы его проведем? Во-первых, точка М середина, середина АД. Отметим точку М во-вторых. Ну, мы сразу соединим точки А и АЖ и проведем перпендикуляр МО перпендикуляр к АД, но проведем его в плоскости. МО лежит в плоскости АДАЖ. Ну, и тогда этот перпендикуляр точно пересечется с высотой ДАЖ. Точка пересечения – это точка О, и эта точка является центром сферы. Давайте это проверим. Точка О лежит на перпендикуляре МО, на середине перпендикуляре, следовательно, она равно удалена от отрезков АО, от точек А и Д, то есть АО равно ДО. Вот. И сразу соединим точки АО, БО и ЦО, и поскольку точка О лежит на ДАЖ, а все точки высоты правильной пирамиды равно удалены от вершин, лежащих в основании, то тогда АО равно БО равно ЦО. Ну, и тогда вот отсюда следует действительно, что точка О – это центр сферы. Ну, и запишем, что радиус сферы, тогда радиус сферы равен АО, БО, ЦО и ДО. Так, ну и теперь нам нужно выразить сторону этого правильного тетраэдра через радиус сферы. поскольку все, каждая грань представляет собой равносторонний, то есть правильный треугольник, мы будем пользоваться формулами правильного треугольника, а именно сторона правильного треугольника. В данном случае это, ну, возьмем сторону АЦ. Так, АН – это будет радиус описанной окружности. Формула у нас такая. А3 равно 2Р описанной окружности на синус 180 на 3, синус 60 градусов, корень из 3 на 2. То есть А3 равно Р описанной умножить на корень из 3. Тогда отсюда Р описанной окружности или отрезок АН будет равен А корней из 3 делить на корень из 3. Теперь мы вычислим ДН. ДН из прямоугольного треугольника АДН будет равна разности квадратов АД в квадрате минус АН в квадрате. Тогда это будет равно АД. Эта же сторона правильного тетраэдра – это А3. АН – это А3, ну, в квадрате, конечно. И здесь будет А3 в квадрате делить на 3. Тогда это будет равно А3 мы выносим из-под знака корня. Под корнем приведем к общему знаменателю. В знаменателе получим троечку. В числителе 3 минус 1 – 2 корень из 2 третьих. Это мы выразили ДН через сторону треугольника. Теперь мы можем… Нам нужно найти, выразить АУ через А3. Тогда рассмотрим подобные треугольники. Треугольник МДО подобен треугольнику АДН, так как оба они прямоугольные и у них общий угол АДН. Тогда из подобия треугольника мы можем записать отношения сходственных сторон. Гипотенуза малого треугольника ДО будет относиться к гипотенузе большого треугольника – это АД. Как катет, прилежащий к углу Д – это МД будет относиться к катету, прилежащему тоже к этому углу. Это будет катет ДН. Подставим, что у нас есть. ДО – это радиус сферы. АД – это сторона тетраэдра А3. МД – это половина стороны тетраэдра, значит, А3 умноженное на 1 вторую. И ДН мы только что вычислили, это А3, корень из 2 третьих. А3 и А3 мы можем умножить, домножить на А3. Получим, Р равно А3 умножить на… Так, на что умножить? Значит, двоечка из числителя пойдет вниз, корень из 2 останется внизу, корень из 3 сверху. Вот такое выражение. Но нам нужно выразить А3 через Р. Тогда А3 будет равно Р2Р корней из 2 делить на корень из 3. Это мы выразили сторону тетраэдра через радиус описанной сферы. Ну, а раз мы выразили сторону, то мы можем вычислить площадь полной поверхности тетраэдра. Она будет равна. Ну, тетраэдр имеет равные грани, причем этих грани 4. Значит, 4 грани. Каждая грань – это треугольник, правильный треугольник со стороной А3. Тогда воспользуемся формулой площадь каждого треугольника. Половина произведения сторон, ну, А3 в квадрате, вот так запишем, на синус угла между ними. Синус угла между ними 60 градусов для правильного треугольника. Тогда это будет равно 2 умножить на А3 в квадрате. Это 4р квадрат умножить на 2, делить на 3. Так, это мы возвели в квадрат сторону. И синус 60 градусов – это корень из 3 на 2. Тогда у нас получается, так, двоечки в числителе, 16 в знаменателе, нет, 8 на 3. Получается 8 третьих р в квадрате корней из 3. Это искомая площадь полной поверхности тетраэдра. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok